Ещё один район западного Масула освободили от боевиков исламского государства. Эта террористическая организация запрещена в РФ и во многих других странах. В сражение вели правительственные войска Ирака при поддержке ВВС Международной коалиции, возглавляемой США. «Наши войска проникают всё глубже в район Томуз. Неосвобождённой остаётся лишь небольшая территория. ИГИЛ запирает мирных жителей в их домах, чтобы замедлить продвижение наших войск. И это на самом деле замедляет продвижение, поскольку наша основная цель – освободить людей от ИГИЛ». Из освобождённого района сразу вывозят мирных жителей, поскольку бои продолжаются. «Военные спасли нас от террористов ИГИЛ. Боевики плохо относились к нам, вмешивались в любые дела, даже в личную жизнь семей». Представитель Вооружённых сил Ирака заявил во вторник, что исламское государство удерживает лишь несколько районов западного Масула на территории в 12 квадратных километров. Правительственные силы намерены окончательно выбить террористов из города к 27 мая, когда начнётся священный для мусульман праздник Рамадан. Масул – один из крупнейших городов Ирака и последняя цитадель исламского государства в этой стране. Операция по освобождению Масула идёт с марта прошлого года. В январе освободили его восточную часть, все районы на левом берегу Тигра. В начале мая иракские войска при поддержке коалиции добились успеха на новом северо-западном фронте и продвинулись вглубь Масула. В западной части города всё ещё остаются сотни мирных жителей. Многие погибли от рук террористов или во время авиаударов. По данным властей, на прошлой неделе вдвое возросло число беженцев из западного Масула. Ежедневно в восточную часть города прибывают около 10 тысяч человек.